Буквально полчаса назад завершилось заседание президиума испокома Коми Войтер и уже сейчас у нас в гости подошла как раз таки член президиума и лидер молодежного движения МИ Яна Сажина. Яна, здравствуйте. Буррыт, Дона Йортес, добрый вечер. Буррыт, очень приятно тебя видеть снова. У нас, скажи, пожалуйста, какие вопросы обсуждались сегодня? Ну, сегодня, так как было это первое собрание, наше первое заседание, то хочется сказать, что сегодня в большинстве своем подводились итоги съезда, 10-го съезда Коми Народа. И это было очень значимо для нас сейчас, потому что все-таки такие съезды проводятся у нас очень по значимым событиям. И в качестве первого заседания обсуждались вопросы проведения съезда. И я думаю, что эти итоги нужно было подвести как можно скорее. У тебя очень насыщенная жизнь. Вечером у тебя заседание Коми Войтер, днем встреча с школьниками. Как они реагируют на ваше предложение? Вообще, мы сегодня действительно с лидером Коми Войтер Сергеем Ивановичем Габовым ходили в Коми Национальную гимназию. И дети, которые поют в ансамбле «Город Жюль», подарили нам необыкновенный музыкальный подарок на открытие съезда Коми Народа, на 10-м юбилейном съезде. И нам очень хотелось поблагодарить их отдельно за то, что все-таки есть Коми язык и живет в школах, и живет в сердцах маленьких детей. Это самое важное, когда дети любят язык, значит есть будущее у языка. Поэтому мы пошли к ним поздравить и поблагодарить от всего сердца руководителя Елену Шаравину и, конечно же, деток. Они были безумно счастливы, и даже было приятно, что они нам снова подарили эту песню, и мы вместе с ними ее исполнили еще раз. Уважаемые телезрители, у нас есть телефон прямого эфира 516767. Дозванивайтесь. Ну и на Твиттер сразу же поступило вот такой вопрос. Будут ли проводиться традиции, будет ли продолжена традиция этновечеринок и когда ждать следующее? Конечно же, мы думаем, что это будет у нас теперь традиционным мероприятием, потому что молодежь зажигается, молодежи это интересно, а если это интересно молодежи, то это нужно продолжать. Следующую этнодискотеку мы пока не знаем, когда будем проводить. На самом деле у нас будет состоится совещание на следующей неделе с молодежью, и мы обязательно решим, как можно скорее провести следующее мероприятие такого рода. Потому что и нам самим уже хочется поплясать под национальную музыку. Кстати, вот буквально совсем недавно вы вошли еще и в какое-то объединение МИР. Что это за объединение? Кто туда входит? Вообще, кто может туда войти? Да, действительно, в январе мы были организованы в Коми Республиканское такое молодежное движение, куда входит национально-культурное объединение Республики Коми. Это 9 национально-культурных автономий, ну и мы, как коренная молодежь, конечно же, тоже входим в это объединение. Туда входит и еврейская молодежь, немецкая молодежь, азербайджанская, армянская, белорусская и многие другие. Ну и мне была предоставлена такая возможность и честь, я считаю, что от лица всей молодежи Республики возглавить это объединение. Но мы решили сделать очень демократично, и председатель будет избираться ежегодно. Поэтому очень демократичный способ лидерствования в этой организации. То есть лидером этой организации являешься ты? На сегодняшний день, да, в течение этого года. Но в то же время ты являешься еще и лидером движения МИ, Союзской МИ молодежи. Вот это деятельность, совмещение, оно мешает, может, или наоборот, помогает. На всех хватит? Я думаю, что да. Потому что чем больше действительно человек делает в жизни, тем больше у него хватает времени на что-то другое. Не могу сказать, что это все очень легко дается. Конечно же, есть свои сложности. Но правильно говорит Сергей Иванович Габов, общественная жизнь – это действительно жизнь, это не работа. Этим надо жить душой, днем, ночью, утром. Поэтому, мне кажется, вот такие общественные деятельности, она должна заряжать самого лидера, самого человека, который входит в общественную организацию. Только тогда будет продуктивный, колоссальный результат. И чем будет заниматься конкретно, может быть, о конкретике поговорим, вот именно Организация МИР? МИР объединения создан для того, чтобы молодежь могла самостоятельно реализовывать свои проекты. Мы договорились о том, и в уставе у нас прописано, что только совместно мы можем проводить какие-то мероприятия, участвовать в грантах, получать субсидирование, но только на общие цели этой организации. Мы не будем разделять какие-то мероприятия, только совместные мероприятия, и только для этого создано это объединение, чтобы мы, молодежь, знали культуру, традиции других народов, жили в мире согласия, и поэтому я думаю, что это очень хорошая организация. Вот Калина из Целемского района пишет, опять проводятся мероприятия в Сыктывкаре. Почему на районы никто не работает? Вот сейчас я отвечу на этот вопрос. Спасибо большое, что действительно обращают внимание и на сельскую молодежь, и на молодежь других муниципальных образований Республики Коми. Да, действительно, мало уделяется внимания, может быть, с нашей стороны, потому что все-таки координационный центр и союз находятся в Сыктывкаре, но у нас есть люди, которые занимаются именно в районах, есть координаторы в районах и в других городах. Сейчас в наших планах провести сельский слет молодежи. Мы выбираем пока район, и я думаю, именно туда съедется вся сельская молодежь. Это будет выездной в сельской местности. Нам очень хочется немножко вырваться из каменных стен города и попасть в сельскую местность. Вопрос такой, это будет именно Коми район, где будет Коми говорящая молодежь, или это без разницы? Я думаю, что все-таки хочется провести это там, где больше Коми молодежи. То есть у Усколомского района больше шансов, чем у Усцилимского? Я думаю, что мы здесь не будем решать, у кого больше шансов. Вот откуда пойдет инициатива, от какой молодежи, там и будем проводить. Правильное решение. В связи с годом молодежи, какие планируются в ближайшее время мероприятия? Что касается Коми молодежи, хочется отметить. Буквально недавно мы обсуждали этот вопрос с моими близкими самыми коллегами. Они сказали, что мы готовы в этом году написать проект, подкорректировать проект, потому что он написан, фильм о Коми молодежи. Я очень надеюсь на то, что в этом году мы все-таки сможем реализовать эту идею. Ну и, конечно же, слет сельской молодежи. Вот эти два перспективных на сегодняшний день направлений, я думаю, мы должны курировать. Ну а что касается национально-культурных автономий и молодежи этих автономий, мы будем проводить буквально скоро, через несколько месяцев, а может и того раньше, благотворительный концерт для детей и для тех, у которых проблемы со здоровьем. Хорошее начинание. Я так думаю, что мы вас будем сопровождать информационно и поддерживать. Выходите с нами на видеосвязь, на прямые эфиры соглашайтесь. Будем рады вас видеть у нас взаимно. Ну и мы знаем, что вы пришли не с пустыми руками. Конечно, да. Так как у нас прошел съезд Коми народа, мы хотим подарить телеканалу Юрган и вам лично календарь Коми Войтер, брошюру о союзе Коми молодежи МИ, книгу, которую написал Валерий Петрович Марко «Возрождение в эпоху перемен», ну и, конечно же, журнал «Регион», где написано о нашем съезде и об основных деятельностях и направлениях движения Коми Войтер, МИ и других. Будем знакомиться и дальше с вашей творческой деятельностью. Спасибо огромное за иву джедатте. У джедатте.